Футбольная комьюнити огромна, сотни миллионов человек смотрят, следят за результатами, лором этого мира. Сотни тысячи мнений, безумное количество изданий, блогеров, в конце концов комментаторов на различных ресурсах. В таком обширном сообществе невозможно оставаться для всех хорошим. У любого легендарного футболиста или клуба есть свои хейтеры. По крайней мере, найдутся кто скажет, даже не из злобы, просто мнения, что тут он играл в слабом чемпионате, тут они прошли по пенальти, примерно в подобном ключе. Но есть один человек в футболе, чье имя нельзя называть, когда дело касается чего-то не очень хорошего, критика которого может разрушить карьеру. Встречал несколько видео, даже шорсов, просто статей на тему топ-спорных или незаслуженных золотых мячей. Возможно, как-то невнимательно следил и буду рад, если меня поправят. Но во всех этих авторских подборках деликатно обходят 2002 год. Можно смело, сколько угодно от широкой души критиковать Месси, говорить, что Криштиану Роналду где-то какой-то мяч дали с огромной натяжкой. Но то, что тот, в честь кого он и взял свое прозвище Роналдо Назарио, в 2002 по праву выбрали лучшим, железно и обсуждению не подлежит. Но если вы не в первый раз на данном канале, то в курсе, что здесь не гонится за популярным мнением в надежде собрать побольше лайков. Не говорят зрителю то, что он хочет услышать, рассчитывая на какую-то лояльность. Пытаемся через порой неприятные вещи, свою беспристрастность прийти к истине, какая бы она ни была. А дело в том, что сезон состоит не только из чемпионата мира. Для объективности надо немного контекста. Для большинства смотрящих сейчас это видео, 2002 период детства, особо яркие события которого, такие как дубль в финале, остаются с тобой на всю жизнь. Главное не это, мы не представляем свое существование без смартфонов, ежесекундно проверяя, что там нового произошло. Но тогда их не было. Обычный рядовой ребенок, скорее всего, не мог смотреть на регулярной основе зарубежные чемпионаты, хайлайты матчей, как сейчас на ютубе. Зато большими турнирами, такими как чемпионат мира, можно было насладиться в полной мере. По ним в основном и складывалось мнение детей, которые сейчас выросли, о том, кто из себя что представляет в футболе. А как известно, Кубок мира скоротечный турнир, который не всегда про объективность. Надеюсь, с этим мы разобрались. Чемпионат в Японии и Южной Корее не прошел без скандалов, которые вспоминают до сих пор. Но благо, триумфатор максимально заслужил свой трофей. Селесауни оставили шансов оппонентам. Роналд дал лучший бомбардир 8 голов, причем не караулил на ленточке. Опускался низко для стандартов девятки того времени, врывался в штрафную на скорости и никто его не мог уже остановить. И лучший игрок мундиаля. Настолько ли безоговорочно Зубастик был лучшим, а что его партнеры по атаке? Роналд Диньо уже тогда показывал свою исключительность. За пять матчей 2 плюс 3 подпортило красное в четвертьфинале с Англией. Но именно он сделал матч. Оуэн открыл счет, затем наступило время 22-летнего бразильца. Сначала на дриблинге от центрального круга протянул мяч за штрафной, отдав Голливуд на Ревалда. Вишенка – легендарный удар со штрафного щечкой за Шиверт Симону. Все-таки удаление, пропуск полуфинала – жирный минус. Что касается клубного сезона, южноамериканец выступал за тогда еще скромные ПСЖ. 28 матчей в Лиге 1, 9 плюс 7 – четвертое место. Бесславный вылет из национального кубка и кубка УЕФА. Ревалда, можно ли сказать, что он провел мундиаль на уровне Роналда? Да, можно. У него 5 плюс 1 за турнир, все-таки он не центр форвард. Классно отыграл на позиции атакующего полузащитника и вингера. С Барселоны дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, но только четвертое в Ла Лиге. Правда, тогда Кривоногая Утка, такое ласковое прозвище имел бразилец, играл уже не самую важную роль в Каталонии. За сезон всего 33 матча, 14 плюс 8, хотя статистика оставалась на уровне. После Кубка Мира карьера Ревалда пойдет по наклонной. А что у самого Роналда с клубным сезоном? В чем, собственно, проблема? Дело в том, что Зубастик практически не играл. Он только вернулся после травмы, вследствие которой не верилось в набор прежних кондиций. 754 пропущенных дня за 2,5 года. «Почему я беру его на ЧМ? Потому что я сумасшедший!» Говорил Скалари, тренер пентакампионов. Роналда не просто восстановился, став звездой мундиаля. Будет в дальнейшем важной частью Галактикос. Но в тот год клубный сезон провален. Интер имел сумасшедший состав, возможно, сильнейший в современной истории. Но проиграли все. Ранний вылет с Кубка Италии. В последнем туре потеря первого места в серии А. Вылет от Фейнорда в полуфинале Кубка УЕФА. Статистика бразильца не впечатляет. 10 матчей в серии А, 7 плюс 2. В Кубке УЕФА 5 встреч без результативных действий. В Кубке 1 без голов. То есть на чемпионате мира он забил больше, чем за весь сезон. А что у тех, кто попал в пятерку на голосовании за золотой мяч? Пятое место. Михаил Балак. 71 балл. Немцу оставалось дотянуться рукой до кубкового хет-трика. Но проиграл все финалы. Байер имел скромный состав. Балак являлся безоговорочным лидером на поле. Благодаря которому Ливеркузин ошарашил футбольный мир. Провальные последние туры и один пункт отставания от первого места в Бундеслиге. В Лиге Чемпионов начинали с квалификации и дошли до финала, где немного не дотерпели. Большинство на плечах Балака, благодаря его четким выступлениям, 17 плюс 8 в чемпионате Германии. 6 плюс 3 в главном Еврокубке у центрального атакующего полузащитника. Кто не в курсе, Германии перед началом Мундиале не было в числе фаворитов. От Бундесмандшафт ждали провала как на Евро. И здесь Михаэль повел команду за собой. И не пропустив он финал из-за перебора желтых, еще неизвестно чем бы все закончилось. Гадать нет смысла. Но факт, что в тот год Балак заслуживал золотой мяч не меньше Роналда. 4 место Зинадин Зидан, 78 баллов. Говорили про легендарный гол Роналдиньо на чемпионате мира. Зидан выдал свой в финале Лиге чемпионов, положив в корпус, отправив победный мяч в ворота Бута. Но в Ла Лиге только третий, Валенсия оставила всех далеко позади. Плюс полнейший провал на Кубке мира. Действующие чемпионы планеты и Европы застряли на групповой стадии, уступив дорогу Сенегалу и Дании. Зинадин отыграл в одном матче, где они уступили европейцам. На третьем месте Оливер Кан, 110 баллов. Вначале говорил, что Роналду признали лучшим футболистом Мундиаля. Это не так, журналисты выбрали Оливера Кана. Он был харизматичен, лучший вратарь мира, провел 5 сухих матчей, а Германия не была фаворитом. Если Балак отвечал за креатив впереди, Кан контролировал все сзади. И выиграл он что-нибудь с Баварией, кроме межконтинентального кубка, где только один матч, возможно быть ему лучшим в мире. А так третья в Бундеслиге, вылет в четвертьфинале Лиги Чемпионов от того же Реала, плюс подпортил момент, когда Оливер не удержал мяч в руках после удара Ривалда. Вторым в голосовании стал Роберто Карлос, 145 баллов, 24 уступив земляку. У него прямо все сошлось, но возможно не принято назначать латерали лучшими. Роберто перекрывал, вспахивал всю левую бровку в сборной, создавая численный перевес. Стал важнейшим звеном в триумфе мадридского Реала в главном Еврокубке, отдав в финале оба асиста. Отыграл 52 матча за сливочные в сезоне с результативностью 6 плюс 10. Конечно, знающие люди могут возразить, а размазав пух и прах. Золотой мяч давался не за сезон, а за игровой год, но от этого становится только хуже. До объявления номинанта в ноябре Роналдо по большей части не играл, приняв участие в 9 матчах, забив 4 гола. Не самые яркие показатели для центрфорварда королевского клуба, лучшего футболиста планеты. Разумеется, во многом повлияло, какой эффект на футбольный мир произвело возвращение феномена, что он выглядел по-прежнему монструозно, как будто ничего и не было. По совокупности, у такого мастера как Роналдо должен быть приз за звание лучшего в мире. Вот только южноамериканца уже признавали лучшим в 97-м. А ни Баллок, ни Роберто Карлос, ни Оливер Кан своей награды так и не увидели. Что хотелось бы сказать? Всё-таки футбол не индивидуальный вид спорта. У каждого свои задачи на поле, своя зона ответственности. Поэтому определение лучшего здесь на 99% будет субъективным. Что важнее, забивать голы или не давать забивать? Продуктивность, креативных действий, дриблинга. А может для успеха команды острее было отдать передачу вперёд? И ещё множество различных нюансов. Также, что историю надо знать такой, какой она была, а не такой, какой её хочется помнить. Допустим, что Роналдо был лучшим в 2002-м, отыграв 7 матчей. Бразилия в любом случае была сильнейшей, с феноменом или без, забивать было кому. А вот стали бы они чемпионами без Роберто Карлоса или капитана Кафу, которому на откуп отдали всю правую бровку. Будьте здоровы и берегите себя.